В Мариел продлен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев. До конца мая запрещены массовые мероприятия. Исключение проведения праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По-прежнему сохраняется и масочный режим. А вот бары и рестораны теперь могут принимать посетителей круглосуточно. Режим повышенной готовности в Мариел продлен до 31 мая. То есть в регионе по-прежнему запрещается проведение зрелищных, развлекательных, публичных и других массовых мероприятий. Исключение, подчеркнул руководитель региона, лишь торжества в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Масочный режим в общественных местах сохраняется. А вот бары и рестораны теперь могут принимать посетителей круглосуточно, а не до часу ночи, как было до этого. Режим повышенной готовности продлевается до конца учебного года. И прямо названо число до 31 мая. Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме торжественных мероприятий, в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Сохраняется обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию при посещении помещений и мест массового пребывания людей. Какие ограничения сняты новым указом? Разрешается работа кафе, баров, ресторанов в круглосуточном режиме. Ограничения, снятые новым постановлением. Разрешается работа детских лагерей, о чем мы с вами тоже говорили. Сохранение режима повышенной готовности до лета – мера, скорее, профилактическая. Да, в последнее время в регионе наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Ковид-положительных пациентов в МРИЛ с каждым месяцем все меньше, как и тех, у кого диагностирована двусторонняя пневмония. Но, опять же, не стоит списывать со счетов и риски, например, по завозу опасной инфекции из других регионов или из-за рубежа. Продолжается мониторинг за прибывающими из зарубежных стран на территорию республики и контроль за своевременным размещением информации о результатах тестирования на портале госуслуг. Всего за период наблюдения в республику прибыло из-за границы свыше 7 тысяч человек. Из числа обследованных выявлено 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За апрель зарегистрировано 3 завозных случая из Турции и 1 случай из Египта. Кроме того, благодаря сохраненным ограничениям и контролю над их соблюдением удастся сохранить положительные тенденции по заболеваемости в регионе и вперед проведения торжеств в честь Дня Победы во время празднования Светлой Пасхи. Еще одна важная задача – не допустить вспышек заболеваемости в течение летней оздоровительной кампании. В параде 9 мая примут участие 1248 сотрудников силовых структур. Охват иммунизации на сегодня на уровне 86,3%. Иммунизация продолжается. Управлением в адрес митрополита Вишкаролинского, Марийского и Анна, настоятелей храмов, соборов направлены рекомендации о проведении дополнительных санитарных противоимунических мероприятий в период празднования. В рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону начата иммунизация против коронавирусной инфекции сотрудников летних оздоровительных учреждений. Наполняемость загородных лагерей планируется на уровне 75% от проектной вместимости. Запланировано тестирование на коронавирус всех сотрудников перед началом смены и в период функционирования. На массовую иммунизацию сейчас вся надежда. В настоящее время в республике сделать прививку от коронавируса можно во всех больницах и поликлиниках. Кроме этого, в удаленные населенные пункты вакцину доставляют выездные бригады. В республике организованы мобильные прививочные пункты. На сегодняшний день от ковида прививку уже сделали больше 38 тысяч человек. В ходе заседания оперативного штаба Александр Евстифеев поручил региональному Минздраву уделить внимание в преддверии садово-дачного сезона тем людям, что с наступлением теплой погоды проводят все свое свободное время на собственных участках. Возможно, получится организовать прививочные пункты на территориях садовых товариществ. А Министерству спорта и туризма республики руководитель региона поручил проработать перед летним сезоном оздоровительную кампанию для медиков. Тем, кто в период пандемии работал на износ, тоже необходимо порой отдыхать и восстанавливать силы.